Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает Вападом. И сегодня речь пойдет о замечательном доме роботов. Но нет, это не тот дом роботов, который я вам уже показывал. Это дом роботов-продолжение. Роботы взбесились. Великолепный, на мой взгляд, дуэт. Это Джеймс Паттерсон и Крис Грабенстейн. Это автор и художник вот этой книги для младших школьников. Значит, прежде чем я расскажу о том, что, собственно, происходит в книге, и почему так важно, чтобы роботы вели себя хорошо, а не взбесились, как в этом произведении. Два слова об авторах. Дуэт, конечно, конгениальный. Значит, чем у нас известен Паттерсон? Это автор 380 миллионов экземпляров проданных книг. Умопомрачительная, не укладывающаяся в голове цифра. Конечно, сейчас она вряд ли уже достижима. Речь идет о второй половине, точнее, последней четверти 20 века, да, когда все-таки бумажная книга имела вот такой выхлоп, такой, значит, масштаб. Это неутомимый совершенно агитатор за детское чтение. Это человек, который, ну, собственно, награжден всеми высшими библиотечными и писательскими наградами США за популяризацию детского чтения, за прививание вкуса к чтению самым непоседливым, самым маленьким, самым, я бы сказал, взыскательным критикам и читателям, которые, значит, у нас только-только пошли в начальную школу, и которым смертельно скучно читать вот эти списки обязательной литературы, да. Вот Паттерсон умеет придумать такую историю, чтобы прям вот зажечь, да. Я рассказывал о его книге про Макс Эйнштейн. Макс Эйнштейн – это не Альберт Эйнштейн или его родственник, это маленькая девочка, которая действительно гениальная изобретательница. Это тоже еще один пример такого захода с целью показать ребенку, как это круто, наука, знания и различное изучение всевозможных предметов, да. Ну, потом, конечно, замечательная средняя школа «Ад на земле» тоже. Он, конечно, человек обладает потрясающим чувством юмора. Ну, и Крис Грабинстайн – замечательный художник. Если вы читали, опять же, у меня есть эта книга в блоге, «Побег из библиотеки мистера Лиманчелла», то вы понимаете его вкус к квестам, к загадкам, к острым сюжетам, да. И вот все это соединилось в повествовании уже двухтомном про семью Хейс Родригерс. Значит, теперь о повествовании. Ну, собственно говоря, Сэмми Хейс Родригерс, мальчик, главный герой книги, осуществил мечту огромного количества мальчишек. У него теперь есть верный товарищ и самый-самый лучший друг, какого только можно придумать. Это робот по имени Э. Если вы еще не знакомы с этой семьей, то рассказываю. Мама у них сумасшедший ученый, то есть такой вот типаж безумный ученый, как в фильме «Назад в будущее», только женщина. Она даже не пытается уже притворяться нормальной, вот, она совершенно погружена в свои исследования, и дом их просто переполнен роботами. У них есть не просто какой-то робот-пылесос, у кого сейчас нет робота-пылесоса. Ну, у меня, например, данный момент нету, но даже мы когда-то какую-то модель пользовали примитивную, она все время спотыкалась о предметы. Так вот, у них есть, конечно, супер-робот-пылесос, его зовут «Три до блеска», ну, то есть «Три до блеска». Переводчикам пришлось постараться переводчику, чтобы все это дело обыграть по-русски, да. Есть робот «Дай завтрак», есть вообще куча роботов на все случаи жизни. Есть такой робот, которого попросту зовут «Э». Значит, это как бы братец, железный братец главного героя, Сэмми. Есть Мэдди, младшая сестренка, она тоже связана с сюжетом книги, вот, ей тоже помогают и мешают там роботы и так далее. В общем, в сестре все нормально. А как же папа, спросите вы, с папой все в полном порядке. Он не бесплатное приложение к деловой маме, вы же понимаете, мама-художник горе в семье. Вот, значит, на этот раз папа художник, а точнее автор графических новелл. Он никогда не опаздывает на работу, как говорит главный герой, а потому что он работает дома. Значит, он сидит и рисует. Ноа Родригерс, знаменитый автор графических новелл. Вот такая творческая семья. И вот, соответственно, наш братец железный ходит вместе с Сэмми в школу. Значит, там он вызывает, конечно, ряд положительных эмоций, ну, потому что робот – это робот. И тут читатели старшего возраста вспомнят, откуда у нас эта мечта и откуда у нас это, значит, такое легкое знакомство с этим сюжетом. Ну, конечно, конечно, Вертистов. Конечно, «Приключения электроника». Великолепный фильм, один из самых удачных фильмов. Сейчас как-то это немножко поблекло, потому что когда… Это я где-то вычитал. Когда ты сейчас смотришь «Приключения электроника», тебе вот этот гараж, переделанный под студию, да, вот этот мопед, который был в личном пользовании, свой собственный, собственная собственность, как говорил Бильбо Бэггинс, да, у главного героя, уже не кажется таким сказочно-фантастическим богатством, да, то есть чем-то невероятным абсолютно, да. У кого нет сейчас электросамоката, допустим, пусть не мопеда, да. Но тогда вот эта вот своя гитара, своя вот эта комната, да, со всеми делами, вот это в советском детстве казалось чистой фантастикой. Это вот будущее, которое наступило. И на этом фоне даже электроник, металлический мальчик, неотличимый от живого, такой домашний терминатор, уже не казался чем-то совершенно фантастическим. Сейчас, конечно, все немножко поблекло, особенно вторая часть, особенно с похищением этих картин, и с вот этими вот карикатурными бандитами, да, картонными. Собственно, в книгах Паттерсона и Грвенстейна все немножко по-другому. Это совершенно живая американская школа, с ее недостатками, хаосом, с ее местами туповатыми учителями. Это совершенно живые американские дети, да, которые хулиганят, которые... Ну, в общем, там нету, скажем так, парадной стороны жизни, которая вот как бы вот... Наступила эра роботов, и все стало хорошо. Да ничего подобного. Роботам приходится между собой конкурировать, соревноваться, и тут как раз происходит, собственно, завязка сюжета книги. Появляется другой робот, его зовут СС-10К. Появляется доктор Инглс, который является естественным конкурентом маме главного героя. И, в общем, Сэмми и его товарищу придется очень несладко. Им придется вступить в соревнования. Соревнование какое надо? Слушайте, ну кто же не любит битвы роботов, а? Ну, конечно, мы уже не играемся с вами, товарищи взрослые, в эти игрушки. Но вот эти все вот эти трансформеры, вот эти все говорящие, играющие в кино стиральные машины, да, это все абсолютно зрелищные вещи, и они как раз в книге эксплуатируются на всю катушку. Для того, чтобы победить, надо поучаствовать во вполне себе спортивном соревновании, но только между роботами, между командами роботов. Но тут даже пылесос имеет решающее значение, потому что, ох, он же умеет, ох, жужжать и большой вес имеет. Ну, в общем, короче говоря, придется поизобретать. И различные комбинации попробовать. Добро, безусловно, побеждает, как в любой детской книжке, но попутно столько будет потрачено гаек-шестеренок, микросхем, болтиков, значит, и усилий для того, чтобы победить вот эти вот злые силы. В общем-то, доктор Инглс, он не просто так, он тоже не дурак. Придется многое, как говорится, преодолеть, чтобы утихомирить вот это вот взбесившееся, значит, роботическое, механизированное общество. В общем, друзья мои, «Дом роботов» – это книга для непосильных мальчишек и девчонок, которые только-только начинают заниматься, увлекаться техникой для тех, кто уже участвует в каких-то соревнованиях по моделям, изготовленным на орудина, или занимается программированием профессионально. Эта книжечка уже слишком малышовая, это вот предыдущий этап, когда надо отвлечь немножко от мультиков про трансформеров и что-то более полезное мозгу дать в качестве пищи. Вот, пожалуйста. И, разумеется, для тех, кто еще не дорос до электроника, потому что электроник – это тоже замечательная книжка, по сути. Хотя она во многих технических аспектах устарела, ребенку многое будет непонятно абсолютно. Ну, там достаточно отсутствия беспроводных телефонов, мобильников, да, как ребенок уже не опознает реальность. Как-то так, что значит, не могли позвонить, что ли? Ну, да, да, Джульетта не могла позвонить Ромео, и вот в результате такой печальный финал пьесы Шекспира. Харистоматийный пример. Вот. Вот такой дом роботов. Роботы сбесились. Значит, от авторов-бестселлеров, издательства «Карьера Пресс», читайте, наслаждайтесь, ну и, конечно, доверяйте роботам. Они действительно делают нашу жизнь лучше. Ну, конечно, если не считать некоторых очень нехороших, но в таких случаях мы знаем, что сделать. Нужно хором всем позвать, нет, не Деда Мороза, и не Снегурочку, да, Сару Коннор. И все будет хорошо. Спасибо, друзья, за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok